Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок Страна Советов. Сегодня у нас не совсем обычная программа. Ее мы решили посвятить наступающему свадебному сезону. Итак, вот что ждет нас в ближайшие полчаса. Отправимся на поиски идеального свадебного платья, сделаем декор для торжества своими руками и выберем двух сердец, одно решение. Так как программа у нас свадебная, то мы будем создавать идеальный образ невесты. Давайте с ней познакомимся. Сегодня мы создаем свадебный образ для Ирины. 23 года. Не удивляйтесь, что Ирина уже замужем. С мужем они расписались в январе этого года. К нам она пришла для того, чтобы на предстоящем семейном торжестве почувствовать себя настоящей невестой. Ирина, что немножко необычная героиня у нас сегодня в свадебной программе, потому что ты уже замужем. И с какой целью ты к нам пришла и чего хочется? На самом деле, так как я уже замужем, мы свой день свадебный проводили исключительно вдвоем. То есть отдыхали, отрывались по полной. И настал такой момент, когда хочется уже реально отметить свадьбу, быть в роли настоящей невесты. И мы как раз думаем над моментом либо венчания сделать, либо же сделать просто семейный праздник и позвать еще туда плюсом близких друзей и сыграть вот в таком кругу свадьбу. Ну а какой тебе себя хочется видеть в этот день? И давай, наверное, начнем с того, какой ты была уже в день своей настоящей свадьбы. Ну в день своей настоящей свадьбы я была, сразу скажу, в двух вариантах, можно так сказать. На самой церемонии я была в очень ярком варианте, это были красные цвета, а уже после я оделась более бежевый, более светлый тон. Но все было без такого платья, то есть это были немного другие стили. А уже вот сейчас хочется видеть более такое традиционное, что-то либо классический стиль взять. И я бы, может быть, и да, поэкспериментировала, а возможно взяла бы что-то более именно скромнее. Ну а что касается прически, макияжа, какие здесь, может быть, есть у тебя пожелания? Здесь бы я хотела очень попробовать именно нежный образ, и чтобы волосы тоже были собраны, например, как-то так романтично более, может быть, локоны или какой-то вообще сбор, а чтобы акцент был как раз вот на взгляде больше. Сегодня мы поможем Ирине подобрать тот самый идеальный образ для такого важного дня. Начнем мы, конечно, с выбора платья. По правилам программы мы подберем для нее шесть образов. Три она сама для себя, еще три я для нее. Потом все это проанализирует стилист и выберет то, в чем Ирина предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш выбор вашему вниманию. Вот если честно, мне бы очень хотелось поиграть с цветом, и тем более здесь фактура ткани очень интересная. И посмотреть, когда верх закрыт, или хотя бы плечи более-менее закрыты, даже если это будет что-то в виде бритерий. Ну, все-таки мне более хотелось бы посмотреть более консервативный в этом плане вариант, более скромный, где закрытые плечи. То есть это у нас вот такой вариант, мне нравится. Еще очень интересный вариант, когда верх и прикрыт, и в то же время полупрозрачная сетка. Я бы взяла на себя еще смелость примерить вариант, где полностью открыты плечи, как он вообще смотрится. То есть выполняет ли он мои требования, и вообще идет ли он мне такой вариант. Но открытую спину мне бы не хотелось, а здесь висят как раз такие модели, которые мне очень нравятся. Так как Ирина призналась нам, что готова померить более открытые варианты, то первый вариант, который мне хочется для нее предложить, это платье с открытым верхом. Но за счет вот такого очень изысканного кружева оно не смотрится вульгарным или чересчур открытым. За счет многих слоев фатина и такого невесомого кружева платье смотрится очень летящим, легким. И, конечно же, Ирина в нем будет смотреться просто потрясающе. Ну и низ платья, украшенный также кружевом, будет приковывать к себе восхищенные взгляды. Второй вариант это платье цвета айбори с открытым верхом, также с очень красиво расшитым пояском. И, как вы видите, именно такой материал будет красиво переливаться на свету, и Ирина будет просто королевой на своем торжестве. Ну и третье платье очень нежное, очень изысканное, полностью расшитое кружевом с длинным шлейфом сзади. Но и здесь учтено одно из пожеланий Ирины, это закрытый верх. Кружево также расшитое жемчугом, но и нежно розовый ремешок все это дополняет и создает действительно очень стильный, очень современный и очень нежный образ. Благодарим за помощь в проведении съемки свадебный шоу-рум Люси Багуш. Теперь по новому адресу Спаска и 4. Все эти платья на Ирине мы увидим уже совсем скоро. Но прямо сейчас уделим время еще кое-каким важным деталям – слово Алине Мозговой. Раз уж программа у нас сегодня необычная, значит подарки тоже будут необычными. Как удивить всех своих гостей на свадебной церемонии, узнаем в этой рубрике. Милости просим в нашу предсвадебную лабораторию. Итак, знакомьтесь, насыпные свечи. Они представляют из себя вот такой порошок – это гранулированный воск. Он имеет массу преимуществ перед обычным. Во-первых, это экологически чистый материал. Он не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Он может принимать абсолютно любую форму и размер, к тому же он долговечен. Такие свечи очень удобно хранить и перевозить. Они точно не сломаются у вас в сумке. Сделать такое украшение очень просто. Берем любую емкость, которая вам понравилась, даже если это будет бокал. Насыпаем туда воск. Кстати, он может быть цветной. Итак, примерно 100 грамм такого гранулированного воска хватит на 8 часов горения. А сантиметра фитиля хватит на полтора часа горения. Отличный таймер для того, чтобы ваши гости уже начинали собираться. По домам, естественно. Кстати, если вы задумали выездную церемонию, то это отличный вариант. За стеклом огонь будет в абсолютной безопасности. Насыпные свечи можно ароматизировать аромамаслом или отдушками, просто капнув пару капель рядом с фитилем. А еще эти украшения легко обновляются. Не плавятся, не деформируются и всегда выглядят, как новенькие. Помимо оригинальных, интересных вариантов декорирования торжества, оформления столов молодоженов, гостей, помещения, в котором проходит свадьба, росписи, главная уникальность этих свечей – это возможность проведения песочной церемонии. Жених и невеста по очереди засыпают в одну общую емкость свечной песок и вставляют фитиль. Эта традиция отлично сочетается с церемонием зажжения семейного очага. Цветные свечи можно создавать вместе с детьми. Им непременно придется по вкусу насыпать разноцветные гранулы и создавать свою собственную уникальную композицию. И еще один немаловажный плюс – эта свеча абсолютно безопасна. Даже если побежит ребенок, кошка или развеселившийся свидетель, с ней ничего не будет. Круто, да? Вашей фантазии нет границ. Вы можете создавать свои собственные узоры, которые подойдут к любому мероприятию. Их используют для создания романтической атмосферы – в ресторанах, кафе, гостиницах, для оформления любого праздника, в массажных и спа-салонах, оформления фотозон и в качестве уличных свечей. Насыпные свечи от компании «Свет Уют» нужно увидеть и попробовать самому, чтобы по достоинству ценить этот необыкновенный предмет интерьера. «Свет Уют» – торговый центр «Зенит», свободы 128, телефон 450501. Для начала мы увидим три платья, которые выбрала для себя сама Ирина. Данный образ торжественный, презентабельный. Конечно, каждая невеста должна почувствовать себя в пышном образе и объеме. Но есть моменты, важные для свадебного ужина, когда необходимо быть более утонченной, более романтичной, ну, так скажем, не привязывать к себя, а к какому-то более помпезно-торжественному формату. Поэтому я бы порекомендовала посмотреть варианты более изысканные, более непринужденные и, естественно, удобные, которые будут в приоритете на свадебный ужин. Здесь я бы рекомендовала невесте быть более романтичной, более закрытой, что ли. Потому что зона декольте, она подходит, конечно, каждому, но в каждом случае уникальна. Добавив нужные акценты на украшения, добавив нужные акценты на какие-то колье либо серьги. Здесь стоит не переиграть, потому что зона лица, будем так говорить, достаточно открытая. Поэтому это более забранная прическа, утонченные неброски и украшения. Тогда платье заиграет. Данное платье, естественно, уникальное само по себе. Очень тонкое кружево, очень изящный образ. Я думаю, что данный выбор для данной свадьбы и такого формата, оно, естественно, очень подходит. Достаточно много элементов неброских, очень правильный выбор декольте, о чем мы говорили, что не каждой невесте подходит. И, естественно, сделать акценты на неброские аксессуары в виде какие-то серьги, либо тоненький браслет. То есть сама по себе это все обыграет сам образ, завершит ее. И она будет, естественно, в данном формате, в данный вечер самая прекрасная. Впереди у нас еще три образа, но прямо сейчас поговорим об очень важном этапе подготовки к свадьбе. Отправляемся на поиск обручальных колец. Знакомьтесь, это Константин и Эльвира, будущие молодожены. Сейчас подготовка к свадьбе у ребят идет полным ходом. Сегодня они решили выбрать обручальные кольца. Для начала пара захотела примерить классические кольца, которые всегда были и будут актуальны. Однако их мнения в этом вопросе разошлись. Мне, честно говоря, классическая модель нравится. Ты как-то не очень, да? Ну, она простая. Слишком простая. Давайте что-нибудь другое. Попробуйте вот такую модель, примерите. Посмотрите, сочетание белого-красного золота. Очень актуально. Если что-то более яркое, то сочетание трех цветов золота с желтое, белое, красное. Здесь ребята уже больше согласились друг с другом. И первое, что сразу бросилось им в глаза, как сверкают данные кольца. А что тебе? Интересно, переливается на самом деле. Я считаю, что и для тебя оно такое не кричащее, не вызывающее. И для девочки интересно, что оно такое больше видится. Мне, да. Мне больше нравится это, чем вот предыдущее, точно. Однако пара пока решила не останавливаться и примерить еще несколько вариантов. Конечно, Эльвире, как и любой девушке, хотелось бы носить кольцо с бриллиантом. Однако позволить себе такое могут далеко не все. И здесь продавец поспешила на помощь и предложила интересный вариант. Кольца из коллекции «Бриллиантовое сияние». Сочетание красного золота и бриллиантовая грань. Кольца вот такие вот. Получается, по цене, намного пониже, чем с бриллиантами. Но очень смотрится эффектно и красиво. И напоследок ребятам предложили примерить еще одну модель. Кольца с плоским сечением. Эти кольца, как правило, прямоугольной формы, без закругления. Такие кольца очень актуальны. Сейчас молодожены гравировку делают на таких колечках. Для гравировки самое то. Сюда можно написать приятные слова, имена или еще что-нибудь. Дату. Да, слон. Примерив все предложенные модели, ребята все-таки определились и стали еще на один шаг ближе к своему торжеству. На самом деле, с этого большого всего выбора очень интересного и красивого. Мне подошло, наверное, больше двуцветное, да? Ну да. Оно интересное и выглядит хорошо. Я думаю, что остановимся на этих. Найдите и вы свои идеальные обручальные кольца в ювелирном салоне «Диамант». Многообразие коллекций, разная ценовая категория, консультация продавцов. Все это поможет вам наслаждаться процессом выбора и не волноваться по пустякам. А еще вы можете сэкономить будущий семейный бюджет. При покупке двух обручальных колец скидка 20%. «Диамант» в ЦУМ «Первый этаж» и в Кирово-Чепецке торговый центр «Весна». Во второй части «Странный советов» пригласим в гости нашего свадебного купидона. Сделаем то, что невеста выкинет в конце свадьбы и увидим, в каком образе предстанет перед нами Ирина. Сегодня мы создаем свадебный образ для Ирины. 23 года. Не удивляйтесь, что Ирина уже замужем. С мужем они расписались в январе этого года. К нам она пришла для того, чтобы на предстоящем семейном торжестве почувствовать себя настоящей невестой. Напомню, что мы подобрали для Ирины шесть платьев. Три она сама для себя, еще три я для нее. Образы Ирины мы уже видели, теперь пришло время продолжить примерку. Данное платье Ирины очень подходит, но я бы рекомендовала убрать объем, убрать вот эту пышноту платья и приблизить данный образ к более вечернему. Я бы порекомендовала, возможно, взять более нежный оттенок, так как данный цвет платья, мы его называем айвори, больше кремовый. Он немножко такой припыленный, поэтому не для каждого цвета типа подходит. В том числе и Ирине можно выбрать более светлый вариант. Гладкий атлас, либо его называют дюшес, либо еще любые другие фактуры платьев. Они набрали очень большую популярность и находятся на пике сейчас трендов всех. Данный образ является точно так же актуальным, потому что фатин держится на пике сейчас точно так же популярности. Но достаточно объемное кружево по краю юбочки, оно несет очень большой акцент. Но тем самым есть поддержка в корсете. И я бы рекомендовала, возможно, данное платье сделать не на формат ужина, не на вечернюю часть, а более для прогулочной, либо для сборов. Уникальное строящееся платье, никаких лишних элементов, достаточно лаконичный пояс цвета пудры. То есть сейчас это опять же пик и популярность. Ну и лаконичность и комфорт, я думаю, что обеспечены невесте на протяжении всего дня. Будем ставить ставку на то, что это правильный выбор как для невесты, точно так же для ее комфорта. И будем говорить красивых кадров, которые запомнятся на всю жизнь. Какой же из этих образов мы увидим на Ирине в самом конце программы, чуть позже решит стилист. Ну а прямо сейчас узнаем, как знаменитости празднуют свадьбы. Слово Илье Панову. Свадьба такое дело, что если вы не знаете, с чего начать подготовку, то предлагаю подчеркнуть несколько полезных советов у звезд. Свадьба Канье Уэста и Ким Кардашьян стала сенсацией 2014 года. Пара сделала все возможное, чтобы о ней говорил весь мир. Торжество им обошлось в 12 миллионов долларов. Например, у них выступала Лана Дель Рей. Церемония прошла во Флоренции и обошлась в 400 тысяч долларов. А платье невесты от Джованши в 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов, Карл! Анжелина Джоли и Брэд Питт, несомненно, должны были попасть в этот список. Эту церемонию ждали без преувеличения во всем мире. Автором свадебного наряда Анжелины стал дизайнер модного дома Версача. А длинная фата и подол платья были украшены вышивкой, сделанной по эскизам детей Анжелины. Кстати, первая свадьба Анжелины Джоли была достаточно трэшовой. Актриса вышла замуж за Билли Боба Торнтона в Лас-Вегасе. Пара в знак своего союза обменялась парными татуировками и бутылочками с кровью. Выделились ребята. Еще больше выделилась Бритни Спирс. Один из ее браков продлился всего 48 часов. Дело было тоже в Вегасе и, видимо, Бритни проспалась и одумалась, что ей это не нужно. Бракосочетание звезды бурлеска Диты фон Тис и скандального музыканта Мерлина Мэнсона. Вот где я хотел бы побывать. Бракосочетание проходило в мрачном ирландском замке. Вместо распятия за священником стоял павлин. Гостям предложили соколину охоту, а невеста сменила пять платьев. Одно эпатажнее другого. К слову о платьях. Гвен Стефани, известная своими экспериментами, не захотела быть классической невестой. Ее платье переходило из белого в пурпурный. Автор Джон Гальяна. Гвен в своем репертуаре. И на десерт главная королевская свадьба 21 века. Пока что. Кейт Миддлтон и принц Уильям. За этой церемонией следил весь мир. Проводилась специальная телетрансляция. А в Британии этот день сделали официальным выходным, чтобы все жители страны могли насладиться торжеством. Ну вот как-то так. А теперь ваша задача побить эти рекорды. Удачи! У нас наступил еще один этап создания свадебного образа. Мы начинаем делать прическу и макияж. Итак, Саш, что же у нас в планах? Начнем с прически. Сделаем пучок из локонов. Очень подходящий нашей невесте. Но по поводу макияжа, я думаю, сделаем акцент на глаза. Сделаем нежный макияж. Называю его макияж орхидеи. Начинайте, не буду вам мешать. Александра Хитрина, парикмахер и визажист. Прошла обучение в мастерской визажа и прическе Нины Кушовой. Саша может воплотить в жизнь любую задумку клиента, подчеркивая при этом все достоинства. За плечами у нее работа со многими фотографами и создание самых смелых и креативных образов. А также не одна счастливая и красивая невеста. Если и вы хотите преобразиться в умелых руках визажиста и парикмахера Александра Хитриной, звоните по телефону 8 909 138 55 75. Мы уже заканчиваем работу и совсем скоро мы все вместе увидим нашу невесту Ирина. Ну а прямо сейчас поговорим еще об одной детали, которая завершает и дополняет образ невесты. Это свадебный букет. Свадебный букет уже давно является неотъемлемым образом любой невесты. О том, какой букет сейчас популярен, расскажет нам Татьяна. Ну что, начнем? Это классический обычный круглый букетик на свободной сборке. То есть он очень популярный вариант. А так ведь есть масса вариантов. Собирает веер, можно взять муфточку, можно взять какой-то каркасный букет на плетеной основе, на плетение из веток, плетение из проволоки. Букет цветов используете вот в этом букете? Здесь используется интересный цветочек бруния и устома. Чудесный цветочек, очень модный. Хорошо сочетается практически в любом букете. Свежести добавит гиацинт. Сейчас модно букеты на свободной сборке. Практически все они идут, как вы видите, собраны по спирали. Они идут на своих ножках, и поэтому они ставятся в водичку и стоят достаточно долго. Как оказалось, при выборе букета очень важно не гнаться за модой. Вообще букеты действительно яркие бывают, нежные, светлые. Главное, чтобы он шел к самой невесте, чтобы ей было комфортно с ним. Ну что ж, вот такой ароматный, красивый и стойкий букет невесты готов. Приобрести букет на любой случай жизни, а также комнатное растение и сувениры ручной работы можно в магазине «Дверь в лето». Улица Московская, 107. Создание свадебного образа почти подошло к концу. Напомню, что мы подбирали для Ирины шесть платьев. Три она сама для себя, еще три я для нее. Сейчас осталось выслушать только финальное слово стилиста. Я бы рекомендовала Ирине остановиться на данном формате платья, где подчеркиваются достоинства ее фигуры. Как хотела Ирина, уровень декольте достаточно комфортно прикрыт. Ну и плюсом к этому всему изящный неброский шлейф, который подчеркивает как раз уникальность данного платья и образа. Встречаем нашу невесту Ирину. Благодарим Александра Ивлева за помощь в проведении съемок. Ирина, финальный подарок тебе от нашей программы. Серьги от магазина Герцогения. Пригодятся они тебе не только в день торжества, но и просто для каких-то вечерних выходов. Поэтому будь всегда такой же прекрасной, как сейчас. Образ, который сейчас для меня подобрали, мне очень понравился. В том плане, что он отвечает всем тем качествам, которые я бы хотела видеть в своем образе невесты. И это именно та самая скромность и элегантность, которую я хотела бы видеть. Еще особенно мне понравилось то, что я имела возможность посмотреть на себя в разных образах и уже от этого отталкиваясь выбрать именно то, что мне по душе с помощью стилистов. И, соответственно, сейчас то, что я вижу, мне очень прям восхищена проделанной вами работой и тем, что это все так гармонирует. На следующей неделе нас ждет новое преображение. Если вы хотите принять участие в нашей программе, оставляйте заявку в специальной теме на странице страны Совета ВКонтакте. Кстати, там же проходит конкурс «Самая стильная девушка по версии страны Советов». Выкладывайте свои селфи в примерочных в новых образах и боритесь за призы. Встречаемся мы в следующий четверг в 20.15 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте. Субтитры подогнал «Симон»!